ребят привет есть контакт здорово ребят о чем с вами хочу поговорить сегодня это а здоровье обыбилдинге привет 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 так как я сам немножко bodybuilder привет парнаса привет 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 здорово сим offen my hand привет всем привет итак о чем я хочу с вами поговорить это о здоровье о здоровье в нашем виде спорта бодибилдинг то есть проблема всегда с тем что сами спортсмены не думают о своем здоровье вот даже недавний опрос показал что у меня в паблике опять же что 70 процентов людей которые тренируются которые занимаются они никак не отдают себе отчет о своем здоровье не сдают анализы вообще либо же по необходимости то есть это там раз раз в год я считаю это тоже по необходимости то есть это неверно если вы тренируетесь активно на химии вы без химии без разницы должны сдавать анализы раз в месяц хотя бы на свои болячки и раз полгода на все что только можно чтобы продлить свою жизнь в спорте задача каждого спортсмена не чтобы как можно быстрее показатель прогресс это конечно же есть это конечно должно быть но самое важное это не прогресс это долголетие ведь вы пришли в приходе спорта которые направлены на красоту тела бодибилдинг фитнес бодифит нас и прочие другие дисциплины с тем чтобы выглядеть хорошо правильно и вы хотите выглядеть как можно дольше так проблема именно в том что люди не думают о долголетии в спорте не задумываются о том что их ждет через 5-10 лет после начала тренировок или после приема каких-то препаратов вот о чем я хотел с вами пообщаться это о том что очень много информации в интернете по поводу курсов по поводу доз доз у любителей доз у про доз у тяжей супер тяжей и бывают там цифры такие что 5 грамм 7 грамм 10 грамм 12 грамм в день я все думаю откуда такие цифры берутся с потолка что ли ведь когда начинаешь спрашивать у человека который эту информацию говорит или который он постиг и задаешь такой вопрос отлично общался вообще с этим спортсменом он он тебе так и посоветовал и как говорится как как всегда ответ один это рассказывал его друг очень близкий врать ему незачем и прочее 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 вот поэтому нет ребят я читаю что в к в комментариях вы пишете вот правда что вы всех очков маленькие но качки те же самые люди как и у обычных людей размеры такие у качков такие же нормально да ребят я читаю комментарии но пока что я хочу поднять реально такую наболевшую тему как наверно многим известно вчера скончался отличный спортсмен максим самуэла и диагноз предварительный это остановка сердца как вы знаете это уже на за последние полгода это уже вторая смерть бодибилдера это к сожалению конечно печали потому что год только начался и вот на тебе но разговоры идут именно о том что именно остановка сердца и меня волнует то что именно вот остановки сердца они очень сильно помолодели если например в старой школе 70-х 80-х ну даже 90-х годов считалось что доза максимальная там два грамма в неделю это все предел и эти атлеты доживают ну сейчас перевалит за 45 же новая школа 2000-х годов говорит о том что нужно делать очень много фармакологии и не беспокоен там не волнуйтесь делайте больше 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 таковы правила на данный момент дома сцене и люди к сожалению все время забывают блин об этом есть бодибилдинг есть профессиональные болезни у нас это сердце в первую очередь это печень но слава богу она хорошо восстанавливается это почки которые практически невозможно восстановить это гормональная система и ну естественно эндокринная в общем есть профессиональные болезни кида геморрой и есть профессиональные болезни об этом не стоит забывать на которые стоит обследоваться то же самое обследование сердце когда кардиограмма раз год хотя бы давление у меня как у меня все хорошо с давлением у меня вообще с показанием организме очень хорошо потому что я как минимум раз в месяц даю анализы на все там на 40 50 показателей крови и помимо этого еще раз три месяца сдаю анализы в норвегию в их лабораторию отправляю свою свою кровушку на проверку таки вот о чем ребят я хочу сделать вступление небольшое потом когда я схожу задавайте вопросы тогда и задавайте потому что хочу именно поднять эту тему в общем чем раньше была школа то есть 70 до что было 70 года там считалось что две таблетки метана там 50 миллиграмм деки в неделю это уже очень крутой курс и самое интересное что сейчас все эти спортсмены которые так делали которые так пропагандировали они до сих пор живы как только начал увеличиваться именно потребности в дозах так называемая то смерть но возраст стало действительно снижаться до длительной жизни бодибилдера стала снижаться самое интересное что даже если вы сдаете анализы ну и у вас там все по показаниям все хорошо проблема в том что наши лаборатории не в состоянии наши медицины могут может не в состоянии быть чтобы определить что у вас чем у вас могут быть проблемы с этим я как раз таки столкнулся в мае когда отправил свои анализы свою кровь в норвегию там не и проверили и сделали диагноз что со мной будет через пять десять лет и опять же возник вопрос сосудов и сердца хотя все в норме и многие кто меня знают я привяженность достаточно таких низких доз всех всего что только можно там что касается питания спортивная фармакология и прочего и учитывая что я слежу за своими питаниями прочее 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 в итоге риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний меня это очень очень сильно обеспокоило и я начал заниматься этим вопросом более подробно более четко напрямую именно работать со специалистами из норвегии и со специалистами которые шарят в этих темах так вот основной проблемой было которая была в мою крови это соотношение омега-3 к омега-6 если вы знаете норма омега-3 к омега-6 приняты возом 1 точнее 5 к 1 то есть омега-3 это 5 омега-6 это 1 что или я что-то неправильно сказал брам-брам-брам-брам-брам-брам-брам-брам нет все правильно так вот у меня было соотношение всем 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 привет итак соотношение омега-6 к омега-3 должно быть 5 к одному не более вот да у меня как раз я сдавал у меня был один к 40 имеется ввиду 40 это омега-6 1 это омега-3 должно быть 15 вот но омега-9 это понятно это транспортировщик омега-3 мы имеем ввиду сейчас две основные омеги это 3 и 6 вот у нас в рационе который мы употребляем различную пищу слишком много омега-6 мы имеем веги-3 не едим в итоге происходит дисбаланс этого соотношения омега-3 к омеге-6 и у нас возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний всего того что катастрофический недостаток омега-3 у нас два варианта либо же понизить поступление омега-6 есть что в принципе нереально так как мы не будем меньше есть если мы занимаемся где-то лидер и второй вариант это повысить омегу-3 что мы вполне в состоянии сделать именно поднять поднять в организме мигу-3 просто начиная заливать ее большом размере я это делал в течение 30 в течение трех месяцев пил порядка 35 грамм амеги-3 и через четыре месяца издал анализы и но анализы действительно показали улучшение но помимо омега-3 еще есть сульфат магния витамины d и витамины как один который помогает его в освоении в итоге за четыре месяца удалось стабилизировать ситуацию сердечно-сосудистые сейчас соотношение омега-3 к омега-6 у меня семь к одному я буду улучшать показатель до 3 к одному то есть идеальный это на данный момент спустя полгода вопрос еще состоит по поводу настоящего омега-3 не весь омега-3 подходит нам в потребление которое реально будет помогать и есть различные источники добывания этого рыбьего жира так вот у нас проблема с этим рыбьим жиром то есть камень и 3 должен быть всегда видишь омега-9 да вот кстати комментарии вроде мелочь какая как серьезно все по поводу омега-3 у нас в россии рассчитается бадом а в европе и в сша чуть ли не считается лекарством потому что действительно если вы пьете действительно хороший рыбий жир из дикой атлантической там рыбы то у вас будет помощь вашему организму если вы потребляете омега-3 там из длинного масла из из орехов да там не откуда там еще то вы не будете потреблять необходимое количество омега-3 вот это именно тем для тех атлетов и атлетов которые именно заботятся свои сердечно-сосудистой системе то есть и мега-3 должна быть потребляться в больших количествах то есть там от 15 грамм и выше в день еще какой какой вопрос это витамины оливковые с утра ложку норм но это норм но вы все равно не будете потреблять достаточно количество количество омега-3 омега-3 должен быть отдельно вот какие фирмы омега-3 посоветую из спортивного питания и спорт пита я наверно ничего не посоветую так как я же понимаете в чем дело я ел спортивное питание на протяжении многих лет я ем витамины на протяжении многих лет и я ел порядка 5-7 грамм в день омега-3 на протяжении последнего года и соотношение было у меня один к сорока как вы помните то есть этот рыбий жир из спортивного магазина мне скажем так помог то достаточно ваще наверно не помог ну вот я вам покажу сейчас свой и так так мой омега-3 вот zinzy но он жидкой форме то есть он в бутыльке я дыду раз в мире черпачком по 17 с половиной грамм утром-тре вечера какой у тебя вся эта информация сколько ты уверен я это вижу по анализам в цифрах зензину да 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 точно именно зензина у них масло то которое действительно помогает они какая-то шляпа ну вы может вы можете попробовать и слюным маслом так сделать но проблема в том что вы не сможете понять какое у вас соотношение внутри вашего организма и что у вас у нас с вашими сосудами если вы не сдаете анализы анализ на липидный профиль иммунитет ментальную фокусировку и прочее я не знаю у нас вообще есть ли такое или нет я отправляю в компании зензина анонимно свою кровь из пальца и там не делают тест короче говоря все анализы я вижу все в цифрах кстати может быть для для других не факт но вы просто можете сдать анализы посмотреть что у вас там внутри вообще сердечно-сосудистый с вашим соотношением омега-3 к омега-6 а потом уже делать выводы нужно вам что-то принимать или не нужно вот и все по поводу сколько стоит анализы там по моему 130 или 150 ли блин не могу точно сказать по моему от 70 что там есть бицуху бицуху по моему от 70 до 130 евро стоит такой анализ да ну в германии я не знаю таких лабораторий вот вопросу почему норвегия у меня есть выход на норвегию туда отправляю мне вполне достаточно тех анализов которые они присылают там очень подробно все я думаю что нужно сделать отдельный выпуск с этими делами с омега и 3 и прочими так вот по поводу омеги 3 еще вам такие небольшие секретики могу рассказать арабы очень много употребляют омеги 3 35 40 50 грамм в день это нормально я еще об этом узнал 2010 году но не придал никакого значения этому потом уже когда я уже столкнулся уже с приемом большого количества омеги 3 дело в том то что это позволяет минимизировать побочные эффекты от каких-то препаратов и восстановление идет очень быстро на пк т у меня заняло 4 недели что является рекордным восстановление полностью после соревнований это вообще беспредел единственное единственное что я поменял это добавил в рацион омега-3 самое интересное что еще и лгфсг при этом тоже на в норме оказывается а что с излишками если повысить норму омега-3 дело в том то что ваша норма она зависит от вашей потребности вас может быть нормой и 30 40 50 грамм если даже это будет избыток то это все но омега-3 полностью вы точнее усвоится вашем организме пойдет на энергозатрата как мне жрать 35 грамм омега вес у меня суточную кто вам сказал то что суточная норма жиров 60 грамм к тому же омега-3 не является насыщенными жирами являются не насыщенными поэтому не переживайте по поводу этой амени пошли про накладки и про прочее 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 по поводу доз аптечный рыбий жир не знаю не могу и доверять ему я тоже ел всякие разные но почему-то в крови эта штука не работает по моему это байда что продается в аптеках вот мне где лучше сдать анализы перед началом курсе курса ребят у меня в паблике есть номер телефона в специалистах набирайте ему сдавайте анализы это будет стоить гораздо дешевле хотел про витамины да ребят витамины как и как нужно выбирать витамины самое простое это там нужно содержаться два витамина к 1 к 2 но вообще витамины группы к если я не содержится в этом комплексе витаминов то этот комплекс составил достаточно верно а зензина где покупал через эстонию куда брать амигу вот можно можно или финляндии там говорят есть из дикой рыбы добывается либо же из голландии в эстонии можно достать я через эстонию туска они витамины которые настоящие витамины но вот прям настоящий и так что за витамины к 1 ребят но ваш гугл перед перед вами я вам даю по информацию поверхностно вот канал выпуске связи до выходят в выпуске с физиотерапевтом про травму колен пишите в комментарии по поводу травмы все подробно подробно он именно ваши лучи может разобрать витамины на постоянной основе да конечно постоянно основе можно так же как и омегу итак по поводу тоже тоже доз у профессионалов тоже затронуть чуть тему я не слышал ни от одного профессионала нет одного опытного супер тяжа но которые ребята на уровне реально на уровне чтобы кто-то делал больше двух с половиной грамм неделю с их слов лично в личных беседах подтвердить могу и ребята тоже могу подтвердить вот поэтому я не знаю откуда эти дозы берутся наверное никого не пугает смерти сейчас спортсменов особенно сердечно-сосудистая это же вы понимаете от чего это происходит этом нагрузки сверх нагрузки постоянно это фармакология это все вместе нервные стрессы и прочее 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 но самое важное о том что люди скорее всего не отдают себе отсчет о своем здоровье никто ничего не сдает общаешься со спортсменами высокого уровня со спортсменами спортсменками никто ни хрена ничего не сдают всем вообще насрать на свое здоровье на анализы вот это меня больше всего пугает все задаются вопросом как побыстрее спрогрессировать как бы побольше себя формы запихать но не задумываются о том что она долго ли ты такой красивый будешь и вообще живой ли ты будешь потом же ботинский номер вот пожалуйста еще одну новость чтобы девочки любили девочка любят за мозги они за мышцы мышцы это классный тюнинг для мужика но и все вот мне старая школа нравится своим подходом к этому делу да действительно старая школа обращайте внимание на то что те ребята говорят не современные те потому что те сейчас да где-нибудь здесь 15 лет я не знаю а вот именно у ребят которые там восьмидесятых годах вот у тех 90 даже вот этих ребят спрашиваете как можно правильно делать потому что они до сих пор все живут тяжело для лика нравится ли мне но посмотреть можно разочек но нет это не моя не мой вид спорта не знаю вот ребят так что давайте задумайтесь о своем собственном здоровье обязательно сдавайте анализы какие именно анализы вот есть человек контакте меня в паблике он вам выдаст вот такой список 40 50 или 60 номинований я точно не помню и даст вам даст вам максимальную скидку на все это дело и вы будете как вы будете видеть просто что у вас происходит сдаете до курса на курсе спустя неделю после курса и все увидите проблему вы видите только проблемные зоны свои проблемные места и только на них потом сдаете тесты полностью весь обзор делаете там раз в полгода это же настолько просто вы потом заманитесь были тратить бабки на свое здоровье восстановление здоровья если вы профилактику не делаете вот это блин у всех вот с этим беда то что ребят думайте особенно женщины думайте о своем здоровье и о том чего делаете с этими стероидами и с другими вещами я как-то еще думал но какие-то делающие такие послабления думал что какие-то препараты можно женщинам по моему мнению нельзя никакие стероиды женщину вообще спортсмены не спортсмены вообще пофигу никаких стероидов это но на женском здоровье это фактически начинается маленький крестик и не нужно действительно не нужно вот кто профессионал кто заинтересован в том чтобы делать свою карьеру не делать детей вот этим девушкам да можно принимать фармакологию но опять же нужно сдавать анализы нужно следить особенно мониторить сердце и прочее вот мужикам тоже хоть строили тоже на это мужская тема но все равно нужно обязательно проверять обязательно нужно смотреть что даже говорит предмет по фигу по сколько я не говорю очень без разницы завязывать греческая у меня все ее уже нету все да даже как-то странно мужские гормоны водить женщину но женщины дисциплин даже пикини себя вводят вот он история такая небольшая но вот так вот на засыпочку просто каков уровень знаний о женщин но в регионах так скажем прикол бы хотите кстати хотите ну интересную историю чем не бывает чем бывает адлетов которые ездят на различные семинары по всей стране и чего еще происходит чего еще бывает это вообще просто иногда бывают виллы и так короче байк байк хотите да давайте нажмите лайки будут вам байки буду вам рассказывать сейчас истории и так по моему это был город красноярск я туда приехал на семинар или оренбург точно не помню ребят или уфа очень много было семинар нового короче говоря приезжая в регион на семинар отвожу семинар четыре часа все как положено все нормой ко мне подходит девочка такая худенькая вся 40 килограмм такая подходит и спрашивают игорь а вот как вы считаете мне достаточно 250 миллиграмм с установленом неделю я в бикини выступаю вы себе представляете обалдеть и самое интересное что я так и спрашиваю кто тебе посоветовал то вообще такую штуку кто вообще кто это у кого такие мысли были он такой муж и и такую да ладно какой может быть чё ну вот и я говорю где вам вот здесь тоже на семинаре был подходит муж такой тем-тем-тем-тем-тем я говорю вы детей там не хотите он как говорит а нет у нас уже есть так что вот такие пироги ребятки о да шелечка пишут всех жизни учишься сам но во первых я сдаю анализы и ты в курсе это шелечка что я сдаю анализы чему хочу приучить и тебя но это видимо невозможно и так ребят спасибо вам большое за то что подключились трансляции вот до шелечка пишет что ты тоже не хочешь детей нет как раз я да хочу детей ваше отношение к здоровью мадам к сожалению то вы не хотите детей ничего поделать самое интересное ребят что да нет да все хорошо давайте ребят он передавайте пожалуйста привет и кстати давайте еще пишите пишите приветики отдельно отдельная отдельная скажем прям отдельное сообщение подключившемуся пользователю в том то что но вот наверное это догадается пользователь вот сколько бы не пытались хейтеры и прочие всякие такие тролли и жители вот этот черный осквернить или как-либо задеть или как-то что-то там такой поддеть такой очень мерзкое такое сказать но к этому я отношусь просто как детям ну что поделать но детишки пока еще не знаю как разговаривать с людьми но что поделать и так ребята следите за здоровьем сдавайте анализы и как всегда будьте передай привет своей мечте вдруг она смотрит дошеленько моя любимая большой тебе привет я очень рад что ты подключилась и очень рад что тебе интересна тема здоровья я скоро скоро анализы придут и твои тоже ведь обязательно передам ребят всем пока будьте добрее умнее веселее и здоровее пока 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 пока